Друзья, всем привет, с вами Яков. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о колдуне. Что касается вопроса зачистки нефалемских порталов, то в основном используют колдуна, которые используют злую курицу. И в основном это берется пятоводский билд, разбавленный сетом Манаджумы, который дает очень дикий прирост в скорости передвижения колдуна в образе злой курицы. Но как раз таки в патче 2.4.3 появляется еще один билд, который довольно-таки неплохо может конкурировать с вышеназванным. Чем он хуже или лучше, я расскажу вам чуть попозже. А пока давайте перейдем к рассмотрению билда и экипировки. Также для простоты использования этого гайда, если вы будете его смотреть в следующий раз, и вас будет интересовать только какой-то один момент, то для вас я вывожу такие 4 чудесные кнопочки. Если вас интересует экипировка, то нажимайте на кнопку 1. Если вас интересует, что надо наролись в предметах, нажимайте на кнопку 2. Если вас интересует билд, то на кнопку 3. Ну а если интересует геймплей, то конечно же нажимайте на кнопку номер 4. Но если вы смотрите видео впервые и вас интересуют все 4 момента, то просто продолжайте смотреть его дальше. Ну а мы приступаем, поехали. Итак, так как мы себя затачиваем на фаст раны, то есть на быстренькое защищение нефалемских порталов, то конечно же, что касается экипировки, а также билда, нам надо выбирать такие предметы, такие умения, которые нам будут помогать быстренько перемещаться, быстренько бивать, быстренько проходить нефалемские порталы. Само собой на себя мы надеваем сет на следе кошмаров, который состоит из двух колес летания неустрашимых, а также перестаньчи скорбных криков. Он будет увеличивать урон на 100% за каждый легендарный древний предмет, который надет у нас, а также уменьшать получаемый урон на 4% за то же количество легендарных древних предметов. То есть в итоге суммарно мы можем увеличить свой урон на 1300%, а получаемый урон уменьшится на 52%. На пояс мы надеваем бычий пояс кремлу, для того, чтобы увеличить скорость своего передвижения на 25%. В качестве перчаток мы используем обжигающий холод, для того, чтобы увеличить свой урон от ледяной стихии на 17%. Кроме того, когда мы будем атаковать противника умениями, которые используют ледяные стихии, мы их будем замораживать с 50% вероятностью на месте. На плечах я ношу на плечи короля скелета, для того, чтобы когда я получу летальный урон, я с оперативной вероятностью мог восстановить себе 25% от моего максимального запаса здоровья. На голове у меня одета маска коровжатный скал. Она будет вызывать двух ужасных двойников, которые будут использовать некоторые мои активные умения. Можно, в принципе, использовать ее. Также можно использовать маску ликендриэль. Ее использовать тоже, конечно же, выгодно, потому что она помогает увеличить урон, в моем случае, от холода. Я же ее не одеваю, потому что она не древняя. Была бы древняя, я бы, конечно же, одел ее. На шею я повесил первый попавшийся амулет, который у меня был древний. Главное, что тут есть урон от холода, крит-урон, вероятность крита, а также сокет. В идеале, конечно, тут бы неплохо смотрелся амулет Аскрофламени, конечно же, древний. На запястье я одеваю наручь возьмение. Для того, чтобы когда мы будем активировать или пилоны, или шрайны, мы могли призвать элитного желтого противника. На грудь я одеваю кираса килл. То есть эта кираса будет помогать не уменьшать получаемый урон на 50%, если будет выполняться условие, что моя банка маны не должна просветать ниже 93%. В качестве штанов я использую болотные штаны, легендарный Аффикс в данном случае нас здесь не волнует. Главное то, что эти штаны позволяют увеличить урон от холода, поэтому мы их и используем. На ноги мы одеваем призрачные башмаки, для того, чтобы беспрепятственно проходить сквозь наших противников. В одну руку мы берем меч ингиом, для того, чтобы наши умения откатывались на 10 секунд быстрее в течение 15 секунд после смерти элитного противника. Во вторую руку мы берем оберег взгляда смерти, для того, чтобы нашему умению призрачный шквал присвоилась новая руна фантазм. Из-за каждого такого активного фантазма наш урон от нашего призрачного шквала будет увеличиваться на 48%. А забегая вперед скажу, что на поле боя может быть аж 3 активных фантазма. Это значит, что наш урон от умения призрачный шквал будет увеличиваться на 144%. Теперь давайте разберемся с нашим кубом. В качестве бижутерии мы используем колечко алчности, для того, чтобы каждый раз, когда мы будем подбирать золото, радиус подбора золота, а также сфер, увеличиваться на 1 метр. И так он может суммарно увеличиться, этот радиус, до 30 метров. В качестве брони мы используем пояс золототканной перевязь. То есть, когда мы будем поднимать золото, показатели нашей брони будут увеличиваться в течение 5 секунд на число, равное количеству подобранных монет. То есть, подняли миллион голды, на миллион единиц вырастет показатель нашей брони. В качестве оружия мы используем новинку патча 2.4.3, это кинжал Бродобрей. То есть, теперь наше умение призрачный шквал, как такового прямого урона, наносить не будет. А этот урон будет накапливаться на цели. А когда мы прекратим поддерживать умение призрачный шквал, то цель взрывается, нанося 250% накопленного урона всем противникам в радиусе 15 метров. Как видите, это свойство кинжала немножко поменялось от его изначального вида, который был на ПТРе 2.4.3. То есть, теперь, как только мы прекращаем поддерживать данное умение, тогда производится взрыв. То есть, это немножко облегчает нам нашу работу. Теперь давайте разберемся, что нам надо наролить в наших предметах. В ботинках, если есть такая возможность, а также в вашей маске или в вашем шлиме, что у вас там будет на голове, надо наролить увеличение урона от умения призрачный шквал. Также неплохо было поднять свой показатель урона по области, а также уменьшение времени восстановления умений. Урон по области я поднял с помощью моих плечей, а также моего оберега. А КДР я поднял с помощью моего меча, а также благодаря бриллианту, который я воткнул себе в маску. Но так как нас интересует стихия холода, то нам надо увеличить урон от холода. Это мы можем сделать с помощью моего амулета, а также моих наручей. Из самоцветов мы используем проклятие плененного, проклятие сильных, а также дар стражателя. Итак, по предметам мы вроде все разобрали, теперь давайте перейдем к нашим умениям и начнем с пассивок. Итак, реальная преданность нам нужна для того, чтобы увеличить свою скорость передвижения. А увеличится она в том случае, если у нас будут перезваны или псы зомби, или фетиши, или громадни. Несправедливая смерть это пассивочка, которая нам будет очень быстро помогать отказывать наши умения. То есть, когда возле нас будут дохнуть противники, то за каждую смерть мы будем останавливать себе наши умения быстрее на 1 секунду. Ритуал доверия будет увеличить наш урон на 25% по тем противникам, которые находятся в радиусе от нас 20 метров. Пассивка беспокойной духи будет восполнять нам нашу манну по 100 единиц в течение 10 секунд, если мы будем использовать умения, которые связаны с миром духов. А у нас это практически все. Это Мстительный дух, Жатва душ, Призрачный шквал, а также Поступ Духа. Теперь давайте перейдем к рассмотрению активных умений и начнем мы с умения пиранья с руной пираньяда. Это умение будет позволять стягивать противников в одну точку, а также бафать нам урон на 15% по тем противникам, которые будут кусать пиранья. Поступ Духа с руной переодоления. Благодаря этому умению этот билд становится фастоподобным билдом, и мы будем очень быстренько перемещаться по карте. Умение Мстительный дух с руной Ядовитый дух. То есть, те противники, кого поразит данное умение, будут получать на 20% больше урона. Жатва душ с руной Немощ. Это умение будет помогать нам поднимать показатель интеллекта на 15%, если мы заделим этим умением 5 противников, а также увеличивать показатель брони на 10% за каждого пораженного противника. Кроме того, она будет замедлять противников на 80% в течение 5 секунд. Умение Псы-Зомби с руной Узжизни нам нужно для того, чтобы, во-первых, запустить пассивочку, которая будет увеличить нашу скорость перемещения, а во-вторых, для того, чтобы Псы-Зомби поглощали 10% получаемого урона колдуном. Но с помощью умения Призрачный Шквал мы, конечно же, будем наносить наш основной урон. Кроме этой руны Мониту, у нас также есть еще несколько рун, которые будут нам восполнять нашу ману, бафать урон, а также хилить нас. Ну а теперь давайте спустимся в Нефалемский портал уровня сложности Истязания 13, и посмотрим, годится или не годится этот билд в качестве фастранного билда для данного колдуна. Ну что ж, поехали! Итак, так как этот билд заточен на очень быстрое прохождение Нефалемских порталов, то тут, в принципе, о стойкости нам можно вообще не волноваться, потому что я собрал все, чтобы мы, можно сказать, были практически бессмертными. Псы-Зомби будут получать некоторое количество урона, Керасакилы будут уменьшать получаемый нами урон на 50%. Но самое главное, что у нас есть три предмета, которые очень сильно будут увеличить нам нашу стойкость. Это Самоцвет Дарстержателя, Кольцо Алчности в кубе, ну и Пояс Золототканная Перевязь. То есть мы противников будем убивать, с них будет, конечно же, сыпаться огромное количество золотых монет, мы эти монеты будем подбирать, и наша стойкость будет неимоверно расти. То есть если мы будем противников быстро убивать, это практически означает наше бессмертие, потому что с них будут постоянно падать золотые монеты, значит будет расти наша стойкость. Но и так как мы используем меч ингиом, и при условии, что мы будем правильно им пользоваться, то есть он постоянно будет работать, у нас практически будет перманентное умение поступь духа. Когда мы будем постоянно находиться в этой стойкость зоне, само собой мы и урона получать не будем. Так что все, что я предлагаю использовать в качестве предметов для экипировки при правильном использовании, практически гарантирует вам бессмертие. А далее дело за малым, то есть как только мы попадаем в нефоремский портал, неважно какой это уровень сложности, Т-11 или Т-13, не суть важна, мы первым делом должны найти или элитный пак, или какой-нибудь пилон. Мы этот элитный пак убиваем, и убиваем конечно же полностью. Синим паком это никаких проблем не составит, а с желтым напоминаю, что надо еще убить миньонов, потому что пока мы не убьем миньонов, ингиом не запустится. А убили последнего миньона, все, ингиом он запустился, мы включаем нашу поступь духа и бежим, бежим, бежим дальше до следующего пака. Как вообще мы будем убивать наших противников? Мы используем умение призрачный шквал. А так как одну из урун я использую руну мониту, то наш призрак будет постоянно витать у нас над головой. То есть когда мы будем пробегаться или скипать группу монстров, наш призрак будет накидывать духи на тех противников, которые будут находиться рядом с нами. То есть мы их прямыми ударами атаковать не будем, а наш дух это будет дело за нас. То есть мы получается вроде как скипаем, но при этом атакуем противников, которые находятся рядом с нами. Неважно это пак или белый трэш. И так далее, бежим, бежим, бежим до нашей следующей цели. Пак это или пилон. Если пилон, то мы активируем пилон, появляется пак, мы его убиваем и так далее. Само собой наше умение будет очень быстро откатываться, так что мы на противников накидываем нашу пираньку, накидываем стильный дух, ну и пробегая сквозь противников прожимаем наше умение жертву душ. То есть все эти три умения будут бафать наш урон. Одно на 15%, другое на 20%, а третье умение будет поднимать показатель нашего интеллекта, что само собой поднимет наш урон. А когда мы будем вести бой с нашим элитным противником, то кроме этих трех умений, надо будет еще прожимать наше умение призрачный шквал, конечно же. Во-первых, для того, чтобы над нашей головой появился этот призрак. И во-вторых, чтобы полноценно работал наш оберег. То есть мы должны постоянно на поле боя поддерживать трех фантазмов. Потому что если у нас постоянно будет активно три фантазма, то мы будем на 150% наносить больше урона. Это, конечно же, если вам поведется оберегом. Урона этот колдун выдает, конечно же, очень много. Да, можно сказать, что у меня очень высокий парагон. Но, в принципе, я с таким же парагоном бегаю и с этим, отсквозь зуба, что касается пятовода, используя курицу. И побегая тем билдом, а также потестив этот, я свое предпочтение все-таки отдаю этому билду. Да, скорость передвижения мы чуть-чуть курицы проигрываем. Но при этом мы выиграем в уроне. Потому что, что касается урона, то этот колдун гораздо большую область обхватывает, когда наносит свой урон с помощью умения призрачный шквал, нежели колдун-пятовод. Также, когда мы бежим от элитного пака до элитного пака, используя курицу, мы не атакуем никаких противников. А используя этот билд с призрачным шквалом, мы поражаем все, кто попадается нам на пути. Это значит, что мы увеличим свой прогресс. Я этим не хочу сказать, что этот билд лучше курицы или курица лучше этого билда. Этим я хочу сказать, что данный билд является достойным билдом для коллекции колдуна, в частности фастранных билдов. А какой использовать вам, будет решать, конечно же, каждый сам для себя. Но на этом моменте я свое видео буду заканчивать. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи! Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!